здравствуйте был такой замечательный советский астроном или как сами астрономы говорят астроном василий григорьевич фисенков вот он родился 1889 году все такой вот человек который успел еще при старом режиме до 14 года получить высшее образование учился в париже в сорбоне вот ну вот он астроном он советском союзе сделал блестящую карьеру был основателем и долгое время директором института который сейчас называется институт имени штернберга он ходит в систему мгу да вот от раньше он заза астрофизический институт имени штернберга он был главный редактор журнал астрономический журнал ну то есть он был долгое время законодателем скажем так мод в астрономии до сих пор скажем книги которые вот носки учебные пособия которые вот издают астрономы из института имени штернберга они предпочитают версию значит василия григорьевича любой другой версии вот ну вот меня тут за живое достает от 1 значит ситуация но я не только про не русскую про все остальное он являлся противником модели от юльча шмидта возникновение солнца солнечной системы как результата случайного захвата вот газопылевой туманности с которой потом сформировались планеты значит ну это было время такое когда значит казалось что вселенная вся одинаково вся так сказать однородно везде все нет у нее центра нет ничего особенного в земле уж во всяком случае чуть ли на каждой планете мнились на живые существа значит я помню еще читал я такое произведение замечательного нашего автора вообще геолог академик писатель учитель николая второго геологии советский академик том числе не только царский он значит обручев улица обручеваясь москве такая у него был такой небольшой рассказ полет по планетам назывался вот значит он разбеседовать с неким летчиком который на новом аппарате пролетел по всем планетам и он рассказывает он начал был на меркурий на венере на марсе вот так он побывал такой полет совершил круиз и там у него на каждой планете у него свое значит своя геологическая эпоха до меркурий там летают насекомые своими этими крылышками бяк 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 вот а по меркурию прыгают динозаврики шмяк 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 ну а уже там понимаешь на марсе они высадились канал пусто кругом вдоль канала бегают какие-то величины собаку мелькопитающие вот все что он успел увидеть на марсе собрался улетел обратно да ну то есть тогда считалось что так планета обитаемая ну понятное дело что потом количество обитаемых планет уменьшилось в том числе стараниями фисенкова был такой замечательный астроном тихов он считал что на марсе есть растительность он даже проводил спектральное исследование о том что значит вот растительность марса отражает какие лучи как меняется сезонно отравительная способность поверхности марса это связано с дескать с растениями помню я читал книгу тихого значит появился даже термин астроботаника книгу тихого об этом да ну вот противником его кстати был значит фисенков он не да нет там ничего у него был на эту тему два скажем так экспериментально наблюдательно проверяемых фактов во первых если бы там были бы открытые водоемы площадью ну скажем хотя бы размером хотя бы 300 метров то эти водоемы было бы заметно в телескоп по значит зайчик солнечным который от него отражается вы этого ничего нет значит там открытых водоемов вот такого размера нет это раз теперь два баланс температурный сколько энергии поглощает марс от солнца сколько он излучает часть энергии ты может поглощать растительность вот этой части нет она нулевая то есть вот этого дефекта энергии поглощенной излученной нету значит там нет растительности это два вот ну он оказался прав так вот я читал юбилейную статью к столетию с его рождения восемьдесят девятом году а умер он в марте семьдесят второго и вот в этой юбилейной статье значит вот отмечались его значит дискуссионные положения он высказывал и потом говорили что подтвердил что не подтвердил вот не все вот теперь значит по поводу образования солнечной системы честно говоря гип концепции фисенкова была очень оригинальная мне она как физику я держу очень даже понравилась значит в концепции от юльшмита значит в чем была изюмина в том что солнышко и планеты не образовались одна из одного облака из протопланетного облака что солнышко и планеты значит образовались поддельности солнышко образовалось а планета солнце подцепила где-то в космосе значит облака остатка взрыва сверхновой звезды из него ты свалялись планета наша почему так но дело в том что видите ли в чем дело наша замечательная солнечная система хороша тем что у ней весь момент импульса за планетами остался они за солнце если все было так как у канта лапласа то есть в истечении с экватора солнца вращающегося будь то в условиях скажем так там какие-то сгустки отделялись это еще у канта но если так по умнее сделать это значит истечение было просто вот плоскости какой-то там вещества может быть надо добавить то что это наиболее горячие горячая составляющая газа оттуда улетучивалась да а в газ могло все что угодно входить я так думаю что именно по такому сценарию может быть как один из вариантов образуется кольца кольца планет гигантов они все ведь строго лежат в экваториальной плоскости и нам это рассказывают так но это обломочное вещество она там собралось и держится потому что в во всех других вещами местах она держаться не может она обязательно упадет она обязательно так сказать потеряет свою такую красивую орбиту но бог с ней пусть теряет но тут-то она летает себе по орбите летает а почему там вдруг только вы только в экваториальной плоскости ну да значит здесь тело симметрии там вот это все если вы полете она сплюснуто если вы будете летать по орбите вот по другой под углом наклона после у вас да нехорошая будет орбита некрасивая тут все нормально не все по круговым орбитам дескать летают ну чё-то тут нехорошо и никто не знает еще они состоят ну говорит там наверно 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 льдинки говорит там водяные может быть замерзший газ может быть силикатные частицы да вот размера там от сантиметров до метров вот такие дела много-то очень тонкая десятки метров не больше ну вот это мне не совсем все внятно и понятно такая концепция либо она становится более внятно если действительно улетевшие с экватора вещества почему она улетает вот откуда удобнее всего запускать спутник земли с экватора потому что там скорости ракеты добавляется скорость вращения планеты ну земля в частности вот а там к скорости молекулы которые самые горячие молекулы улетают испаряется атмосфера земная и всякое прочее вот они улетают но улетаются становятся спутником планеты они не совсем теряются они ставят спутниками солнца это моя счет запишите это за мной мои гипотезы образования колец планет гигантов по крайней мере но правда немножко портится из-за того что кольца оказывается есть даже у астероидов каких-то да ну так что так что тут конечно не очень здорово получается но тем не менее это факт что вернемся к фисенкову так вот у него система была такая ну да он понимал что вот тут вот с моментом сохранения сохранение момента импульса ничего не получается не должна вот или это все если из образовался одного из одного так сказать облака он говорит да нет все дело было не так было протопланетное облако прото звездное оно сжималось и вот какой-то момент в нем начались ядерные реакции реакции синтеза какие роды реакции а дальше внимание значит как известно в молодой вселенной было водород и первый самый легкий продукт его синтез то есть диетерии гелий и немножко лития вот есть два изотопа но в частности один из затопов литий-6 да ну да литий-6 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 это значит три протона три протона и три нейтрона если поэтому литий-6 ударит нейтроном хорошенько он превратится в третий это один протон два нейтрона и гелий да два протона два нейтрона и того значит и получится в итоге два протона сколько нейтронов то два и два четыре да вот он пожалуйста вам весь литий-6 до копейки да вот и вот это вот используется скажем водородных бомбах там делается оболочка из диетрии лития и когда значит происходит взрыв находящийся в центре этого устройства взрывного значит задействования бомбы деления тут идет поток нейтронов нейтроны вот так вот превращают литий в общем-то говоря в заготовку до для а там дитрит литий в заготовку для термоядерного синтеза а термоядерный синтез на диетерии и тритий это самый так сказать синтез не нуждающийся в большой температуре плотности и вот дескать в этот момент молодое солнышко и сжигает литий потом бац литий сгорел солнце продолжает сжиматься оно уже потухло и сжимается наконец она сжалась вот тут у него начинается и такая эпоха которая не совсем непонятно я вообще-то говоря изучал теоретическую механику и знаю что жестокий суровый закон закон сохранения импульса закон сохраняя момента импульса никуда от них не деться а вот тут почему-то где там всякие турбулентности возникает и вот он чё-то так вот тут у него вот это вот а что а то скажите куда делся момент импульс я так и не понял ну возможно что эфисенков не понял и возможно что и это был его основной элемент спора с от июльчим шмидтом а кто такой шмидт в полярный исследователь математик он создал по моему кафедру алгебры на мехмате мгу он был значит после расстрела бухарина бы стал вместо него редактором первого издания большой советской энциклопедии главным редактором что еще делал значит тот июльчим шмидт да он руководил организацией которая называлась главсевмурпуть а вы можете себе представить главсевмурпуть без лагерей а это пятидесятые годы а уже разоблачили сталина а уже интеллигенция косо смотрит на всех тех кто сталинскими вещами пользовался понимаете как даже бирию отца советской водородной бомбы и того расстреляли ну в общем вот июльчим шмидт сидел так не пуша особо хвост ну так факт есть факт ну короче говоря фисенков звучал до сих пор он звучит хотя вот мне вот честно говоря непонятно как так происходит ну кстати говоря вот давайте так спросим себя все-таки подтвердилась гипотеза фисенкова или нет но вы знаете открыто уж больше двух тысяч планет экзосистем планетных и у всех у них планетки движутся по близким траекториям главным образом вокруг своих звезды узким узким траекторием коротенький год ну понятное дело что было потому мощная звезда она бы ну просто по своей наружной вот этой оболочкой испускающей испускала испускает ведь звезды так называемый солнечный ветер потоки плазмы да и крупная звезда такой вот но знать как у нас вот говорили про планеты которые находятся ближе чем меркурий их все искали 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 долгое время искали даже целая отрасль науки была занималась фиксации солнечных пятен чтобы отличить солнечные пятна вот от проходящие по диску солнце значит планете вот этой земли планеты нет ближе меркурий планет нет не выживают они там вот ну вот не знаю как почему короче говоря вот вы поняли меня что я сторонник от юльча шмидта вот и очень уважаю фисенкова очень уважаю фисенкова у него очень многие вещи его подтвердились в частности вот планеты марс все хорошо вышло у него все что он предсказал такого вышло никакие энтузиаст тут не победили вот ну грустно но тем не менее факт а вот с литием как-то не здорово честно получилось конечно идея хорошая идея хорошая но непонятно как это все потом превращается в в закон сохранения момента импульса почему вдруг у планет остается больше момент импульса чем у солнышка как так вот я так и не понял из этой концепции из пересказа этой концепции в журнале как там по моему то ли вестник академии наук то ли нет не у не у фэйн это был тресник наверное были доклады это там да вот это там и читала только описание вот вот такая вот история кстати вестник или доклада вот мясо будет интересно вестник или доклады вестник или доклады. Вот затрудняюсь сказать. Вот затрудняюсь сказать. Вот затрудняюсь. Затрудняюсь. Сейчас посмотрю. Может быть, отвечу. Хотя, может, и не отвечу. Нет, похоже, что не отвечу. Нет, не отвечу. Ну, ладно. Вот история такая. Либо вестник, либо доклады. Скорее всего, вестник. Представляете? Со дня рождения выпущена была его работа. Наверное, первый номер, скорее всего, за 89-й год. Вот. Вот такая вот история. Не мог промолчать, высказаться. Значит, что? Значит, сухой остаток. Фисенков – великий астроном, раз. Вот Юльч Шмидт все-таки, скорее всего, прав, потому что его объяснение единственное, правдоподобное. И, значит, наблюдательный астрономик это подтверждает уникальность Солнечной системы. Это два. Ну, а в силу того, что Фисенков жил в советской власти, тогда надо было доказывать неуникальность, что вообще мир бескраничен. И везде только, где, ну, можно, мы тут социализм можем построить, да? Любые инопланетяне коммунизм строят. Помните у нас произведение замечательного нашего писателя Ивана Антоновича Ефремова? Ведь у него ведь вся галактика простроила коммунизм. Ну, местные инопланетяне у всех у них... Это естественно было. Ну, конечно, а куда? Других вообще не было этих самых видов общественной формации. Все идет по науке. Вот они, общественная формация. Одна за другую. День-день-день коммунизм. И все они там были при коммунизме. Вот. Вот такие вот коммунистические формации это были. Коммунизм был. Коммунизм. Так, это два. Значит, то есть, вот это вот из-за этого он, пожалуй, все старался доказать, что ничего особенного в Земле нет. Все-таки это сразу было видно, что особенная, раз на здесь поземьела планета и Солнце-Солнечко такие большие, так далеко летающие. И плюс к этому, ну, Земля очень чудная, у нее нет сплошной, значит, коры. Он говорит, да вот Земля расширяется, а что остальные-то не расширяются, что Венера не расширяется, что остальные не расширяются, так не раздувает их. А вот там, ну, гораздо проще, говорит, представьте, вот они меня, в общем, убивают. Гораздо проще предположить, что в центре Земли особая материя, которая создает материю. И Земля распухает. Ну, это же так просто. Какой там мобилизм плит? Это просто особая материя. Да, это просто. Это очень естественное предположение. Да, я от него, конечно, в восторге. Ну, вот такие дела. Собственно говоря, я вам почти все рассказал. Сейчас вот рассказ во время эпидемии коронавируса, когда мы сидим по домам, не работаем. Приподы мы тоже не работаем, хотя мы работать и работаем, деньги не получаем. Мы дистанционно учим. Они говорят, извините, денег нет, потому что студенты-то, кажется, не могут зайти. Ну, ладно, хоть работаем, хоть учим. Знаете, никогда не подумал, что я такой дурак, буду учиться бесплатно. На кучу. PayPal, Яндекс.Деньги, Киевикошелек, Киевикошелек ВКонтакте, Донейшн Айлерц, или Альерц, Альерц, да, и еще номер счета в Сбербанке, очень надежная вещь, кстати говоря, и номер Сбербанковской карточки. Все это к вашим возможностям проявить доброту, послать мне денег, да, я на них собираюсь жить. Ну, а если считаете, что мне не нужно жить, то денег можете не посылать. Чего уж там жить-то? Без денег жизнь плохая не годится никуда. Всего доброго, до свидания, всех вам благ. Жду ваших денег. Пока.